22 ноября в рамках дня телевидения в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета состоялось ток-шоу «Кризис телевидения» или «Новые возможности телесмотрения. Битва телевизора с Ютубом». Есть кризис телевидения, да, но кризис именно информационного телевидения, новостного, журналистского, как мы его можем назвать. А в этом плане оно не конкурирует с Ютубом. Главный конкурент телевидения новостного – это просто интернет вообще в целом. Федеральным телеканалам уже давно на пятки наступает интернет. Так, например, на Ютуб канале первого подписчиков меньше, чем у средненького блогера. Всего лишь 922 тысячи. Раньше телевидение – это было условно какое-то окно в мир для абсолютного большинства граждан. Появился интернет, и этих форточек стало просто невозможно. Многие каналы Ютуб пытаются равняться на телевидении. Русский Ютуб отстал от Запада примерно на 5 лет. Сейчас там тотальная интеграция. На Ютуб выходят телевизионные вечерние шоу. Телеканалы будут уходить и уже уходят туда, где их любят. При этом это не всегда дублирование контента. Это часто тот контент, который привязан к той или иной площадке. В Ютубе это один контент, в Твиттере это другой контент и так далее. Единственная проблема – это именно цензура. Если ее не будет, то все остальное с телевизором будет прекрасно, потому что всевозможная техническая платформа настолько позволяет делать совершенно потрясающие крутые вещи, что в технологическом плане телевидение шагнуло вперед. Мы мыслим категориями, ставим ярлыки. Есть Ютуб, есть ТВ, есть театр. На самом деле это неправильное отношение. Ютуб это всего лишь площадка, как театральная сцена. Любой может на ней показать то, что умеет. Стать актером, режиссером, кем-то еще. Ты можешь тренироваться ежедневно, получать опыт и стать популярным, если это твоя цель. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.